помните свое первое детское воспоминание что это может залитая солнцем кухня где пекли пироги с мамой или утренний туман влажные от росы трава и вы шагающий с отцом на рыбалку с ведерком в руках для будущего улова первые воспоминания словно черно-белое фото обрывочные и нечеткие потом их станет больше кадры сложатся в ленту которую словно видео можно отмотать и остановить в любой момент чтобы лучше рассмотреть букет гладиолусов и первый учитель юношеская влюбленности школьный выпускной а теперь представьте что этого нет вы просыпаетесь где-то на скамейке в чужом городе и ничего не помните совсем ничего кто вы как вас зовут как вы здесь оказались миллион вопросов и ни на один нет ответа братья-близнецы илья и роман быковы провели детство в небольшом городке букульма что в татарстане всегда вместе не разлей вода младший илья со школы увлекался созданием компьютерных игр и друзья в шутку стали называть его стивом джобсом мама близнецов учитель математики в гимназии где учились мальчишки и илья в нее ему всегда легко давались точные науки да и вообще учеба школу закончил с золотой медалью сдав егэ на двести восемьдесят один балл из трехсот возможных после школы братья отправляются в столицу роман поступает в мгту станкин илья же в московский физико-технический институт но вскоре переводится в высшую школу экономики как и стив джобс илья носил очки и в конце декабря 2012 года собрался в татарстан чтобы обратиться в клинику где много лет наблюдался зрение стало стремительно ухудшаться 24 декабря около четырех часов дня молодой человек вышел из студенческого общежития с собой лишь небольшой рюкзак в котором пара футболок и справка выданная вместо паспорта сам документ недавно сдал в паспортный стол потому что 20 лет и нужно было паспорт поменять в 17.30 илья позвонил другу я на казанском вокзале сажусь в поезд встречай завтра но юноша не приехал сети появляется сообщение пропал илья быков 24 декабря должен был сесть в поезд москва ижевск а вообще направлялся он в казань на вокзале илью должен был встретить друг как оказалось билет сдан хотели я по телефону сказал другу что садится в поезд мог ли он перекупить чужой билет попросить проводника пустить в поезд или вообще поехать на автобусе неизвестно друзья взломали страницу ильи вконтакте последние сообщения были стерты как будто илья не хотелось чтобы его нашли но нашли подозрительную переписку от 9 октября с неким человеком который говорил о вывозе людей в ближайшее подмосковье для анкетирования населения по вопросам отношения к местным властям также друзья обнаружили что кроме них в аккаунт ильи кто-то заходил из московской области родственники на следующий же день обратились в полицию и к волонтерам последние очень помогли обзванивали больницы скорые вокзалы опрашивали сотрудников всех железнодорожных станций от москвы до ижевска расклеивали ориентировки когда стало известно что илья пропал рассказывает роман родители себе места не находили мама на нервной почве не смогла работать и ушла из школы я в интернете нашел волонтерскую службу по розыску людей и волонтеры для поисков брата сделали больше чем полиция именно через волонтерскую службу нам удалось взять распечатки звонков с мобильного брата взломали его электронную почту страница в соцсетях с распечаткой звонков история вообще странная другу или я сказал что садится в поезд на казанском вокзале выяснилось же что звонил он с курского впрочем мог и перепутать название все же не так давно жил в городе но что еще было подозрительным на ноутбуке который юноша оставил в общежитии была стерта история браузера и отключено сохранение поисковых запросов будто илья опасался что кто-то может проверить его компьютер и не хотел чтобы там что-то обнаружили но и это не все парень которого все друзья называли гением которому всегда легко давалась учеба как выяснилось не смог сдать и половину зачета в институте по отзывам однокруппников он с начала ноября не появлялся в стенах учебного заведения друзья и брат вспомнили что уже несколько месяцев илья говорил что ищет работу в его электронном почтовом ящике действительно оказалось много рассылок с сайтов с вакансиями кроме того охранник студенческого общежития где жил илья рассказывал будто бы парень делился планами о какой-то работе в суздале друзья сопоставили факты из москвы в суздаль можно добраться и через владимир а до него как раз на электричке с того самого курского вокзала откуда был последний звонок волонтеры стали отрабатывать маршрут москва суздаль но через несколько дней ниточка ведущая совсем другой город 26 декабря или я попытался снять деньги со своей банковской карты на вокзале в туле молодого человека зафиксировала камера банкомата поскольку информация это появилось не сразу найти юношу или свидетелей видевших его не удалось в марте уголовное дело было передано из полиции в следственный комитет илью объявили федеральный розыск к этому времени активные поиски волонтерами прекратились никаких новых свидетельств и зацепок прошел год второй иногда на горячую линию лизы алерт звонили узнав парня с ориентировки но каждый раз информация не подтверждалась 20 февраля 2015 года когда с момента исчезновения или прошло уже больше двух лет и все говорили родственникам смиритесь на телефон инфорга лизы алерт позвонили здравствуйте вы наталья да здравствуйте а в какой город я звоню вы из лизы алерт в москву да я из поисково спасательного отряда лиза алерт меня зовут олег я из саратова вы знаете быкова илью да мы занимаемся его поиском я нашел илью тут пауза вспоминает наталья ведь совсем недавно была неподтвержденная информация о том что похожий на илью парень лежит в больнице в москве и вот теперь незнакомый человек говорит про илью у меня внутри все перевернулось прошло два года и два месяца и снова этот поиск нет надежды зачем ворошить прошлое зачем напоминать мы уже ничего не можем сделать прошло слишком много времени тогда два года назад я только пришла в отряд это был один из первых поисков сколько времени утекло сколько было найденных а поиск ильи быкова так и остался открытым на улице коллегу подошел молодой парень раздающий листовки мороз больше 20 градусов а он в тонких брюках и осенней курточки дрожит от холода вместо того чтобы на ходу взять рекламную буклет и бежать по своим делам мужчина остановился и стал расспрашивать юношу почему он работает на улице в такой мороз и сколько платит за такую работу 200 рублей в час ответил молодой человек представившийся андреем и что ты хочешь так работать всю жизнь парень пожал плечами олег предложил андрею зайти в оптику которая ему принадлежала и было совсем рядом согреться выпить чаю и поговорить молодой человек понравился владельцу магазина и он спросил а у меня работать не хочешь я без документов ответил юноша феврале 2013 года он очнулся в сугробе с разбитой головой что он здесь делает как оказался тут да и кто он вообще такой парень пытался вспомнить хоть что-то не получалось спросил у прохожего что за город липецк чтобы согреться отправился на вокзал попробовал обратиться в полицию говорил ничего не помню предъявите паспорт отвечал сотрудник форме так и остался на вокзале собирал бутылки где-то удавалось подколымить сложно приходилось но еще сложнее от осознания что ты никто и у тебя нет прошлого память не возвращалась хотя кое-что все же удалось вспомнить он или андрей или евгений кажется некрасов родился и жил в липецке сирота в этом юноша был уверен почти наверняка так и жил два года скитался смирился с мыслью что никто его не ждет и никому он не нужен в январе 2015 оказался в саратове там и встретился с олегом который сразу стал настаивать нельзя сдаваться нужно искать кто ты на сайте жди меня нашли ориентировку на которой молодой человек узнал даже не себя а свой голубой свитер в котором был в тот день когда очнулся в липецке позвонили но телефон родственников им не дали тогда олег зашел на сайт лиза-алерт ввел имя сориентировки так и вышел на наталью инфорга поискового отряда наталья просит олега прислать фото ильи чтобы убедиться что это действительно он мне тут же была выслана фотография вспоминает женщина сверяю с той что у нас была на ориентировках я понимаю что если это не один и тот же человек то очень сильно похож сказать что я в шоке ничего не сказать тогда мне хотелось кричать что илья найден ну надо проверить саратове у нас костя котовский звоню ему прошу съездить жду с нетерпением зазваниваюсь с братом ильи его родителями у всех надежда кости перезванивает это сто процентов илья он уже поговорил с родителями и они выезжают к нему дальше длинный эмоциональный разговор с мамой или слезы мне хотелось кричать плакать и наконец-то дождаться когда они встретятся жду а сама боюсь а если это не он и вот сегодня звоню илье узнать когда приезжают родные и слышу радостный голос он говорит что они уже приехали разговариваю с ним а у самой дрожит голос в горле ком прошло два года и два месяца и они наконец-то встретились и никогда не забуду этот день не забудут этот день и родители или им да и сам юноша надеюсь больше не забудет себя что произошло тогда в 2012 так и осталось загадкой известно что родители возили сына в институт склифосовского но помогли ли специалисты хоть что-то вспомнить об этом информации нет в любом случае эта история со счастливым концом и все благодаря одному неравнодушному человеку который не прошел мимо не отмахнулся как это делали другие не стал спрашивать паспорт а просто помог именно благодаря олегу на сайте поискового отряда еще одна история дополнилась надписью найден жив